извините что так долго не было apple 40 ранг игра полностью отобрала мое свободное время просыпаюсь утром выполнил для лики сажусь за комп и бам уже 2077 наконец-то нормальная игра с гачи механиками и хорошим геймплеем лично я ждал этого давно потому что выбивать аниме девочек это мое давнее желание мне интересно посмотреть он облить одни парни падают единственное что мне нужно было это мотивация зачем мне их выбивать а здесь я строю стратеги с персонажами кто на роль саппорта кто на роль керри а кто грёбанная зажигалка ну и самая спорная вещь здесь это гачи механики чем молитвы отличаются от лутбоксов но тем что ты знаешь когда тебе стопроцентно выпадет голодовый предмет так как здесь все расписано по полочкам хотя некоторые явно умалчивается потому что после 90 ворова и 100 процентный шанс выпадения пятизвездочного предмета но по факту они выпадают после 70 80 так что скорее всего после 70 попытки процент увеличиваются что на самом деле есть плюс так как мы экономим минимум одно открытие на 1 раза вы даже не смотрите это развод чистой воды нет я вас даже заклинаю чтобы вы никогда не нажимали на эту кнопку потому что проценты там смешные да и платить тоже не обязательно так как разработают эти звездочки за любой пук но ради справедливости скажу что скорее всего в поздней игре вы будете открывать молитвы только по три раза в месяц с учетом того что вы будете выполнять белики каждый день но к этому моменту у вас уже будет достаточно персонажей чтобы играть комфортно так что донатить по сути вообще не надо но ты будешь донатить потому что тебе точно захочется какого-нибудь нового персонажа лично я подсел на мысль что мне нужна кейтсин ладно что-то я слишком долго заговорился про молитвы донат не сделает из тебя имбу а ресурсов тебе не будет хватать и в любом случае это я тебе говорю как человек который задонатил потому что хочу выпить лети единственное что ты сможешь сделать это почаще открывать молитвы ну а в эту сторону даже не смотри это бесполезная вещь а еще здесь интересный игровой процесс как в зельде ну в зельду я не играл но все говорят что это именно оттуда еще мне понравилась механика с тем что ты постоянно переключаешься между персонажами чтобы сделать идеальную комбинацию и нанести максимальный урок не понимаю как люди играют с телефона лично я умираю от обычных мобов а сделать делики так вообще превращается в отдельный челлендж немного про открытый мир он капец огромный от него просто веет духом приключений везде разбросаны стража и огромное количество испытаний за которые тебе дают стража а если добавить интересные квесты так я вообще не понимаю как так эта игра бесплатная я бы даже сказал что эта игра стража видать китайцы поняли что если сделать хорошую бесплатную игру и добавить туда гачи механки то люди буквально начнут закидывать их деньгами и если обобщить игра отличная как многие говорят основной минус игры в том что от нее не оторваться но на самом деле там есть еще минусы но все они касаются технической части буквально ты себе говоришь если я еще немного поиграю я смогу открыть молитву открываешь молитву оу новый персонаж надо сходить в данж за новыми предметами и так проходит весь день так что не играйте займитесь чем-нибудь полезным но а я а я когда-нибудь выбью кейтсин и больше никогда не буду онлайн а а а и Субтитры создавал DimaTorzok